Всем привет! Мои хорошие, начинаем новый влог. Начинаем его с покупочек в светофоре. Сегодня ездили, сейчас покажу. Целых три пакета. Мы готовимся к походу и много интересного там нашла. Это из еды. Я вам чек в конце покажу, все посмотрите. Что-то мы уже достали, съели. Это крестюшки. Она вот такое вот любит на улице, когда гуляем. Вот такую коробку сладкого. Не знаю, с собой возьмем или дома, скорее всего, съедим. Да, котен? Да. Штучки там в светофоре всегда это выгодно. Очень. Так, рис тоже. Я, кстати, по восемь пакетиков еще ни разу упаковку не видела почему-то в масс-маркетах. Да, я люблю именно вот такой круглозерный. И в пакетиках он чистый, классный у вилка. 55 рублей, по-моему, даже помню. Представляете, потому что... Ой, шоколад какую-то папа взял. Не знаю, посмотрим потом, что за состав. Было дешево. На, держи. Да, Ксюшку не видела, она с нами не ездила. Девчонки, взяла вот такой дуршлаг. Потому что это классно. То есть, если нужно что-то слить, например, макароны, да, вот так раз, мелкие дырочки. А если не нужно, короче, он раздвигается. И что-то нужно помыть там, да. Вообще прикольная штука. Пригодится всегда. Вот кому интересная информация. Даже артикулы есть. На, распаковывай все, котенки. Так, потом взяли, не знаю, тоже, может, с собой возьмем лимон и протертые с сахаром. Состав лимона, свежий сахар и все, представляете. Тоже как-то совсем дешево было. Так, дальше. А, батоншки какие-то взяли шоколадные. На перекус. Карамельно-молочные. Целая упаковка. Бюджетно вышло при пересчете на один. Так, один пакет разобрали. Дальше. Что у нас тут интересно. Взяли, попробую туалетную бумагу. Я не очень такую вообще туалетную бумагу люблю. Он тоже, может быть, возьмем с собой. Эко. Двухслойная, 4 штуки. 57 рублей тоже была. Я больше люблю 4-х слойную. Нормальную такую. И знаете, что увидела? Я почему-то раньше на никогда такие вещи не обращала внимания. Пакеты для кошачьих лотков. Здесь 20 штук. Копейки 37 рублей, по-моему, стоило. Представляете, как здорово лоток не мыть. Застелил. Я попробую. Я попробую, постараюсь вам показать это все дело. Застелил лоток сверху, насыпал наполнитель. Мы используем силикагелевый. То есть его можно недели две-три не менять. И он запахи все впитывает. И потом собрал опять этот пакет вместе с наполнителем. Выкинул и все. Красота. Это гениально. Нет, пакеты не надо пока. Так, это папа купил себе перчатки какие-то. Нужны они ему сыр. Я такой тоже не пробовал. Российский вроде 50-процентный. Попробуем. Так, держи. У нас тут Эйзик тоже папа себе купил. Держи. Колбаса. Вот сейчас, кстати, ужинали вкусные дубки. Мне вообще нравятся такие маленькие колбаски. Они часто бывают на акциях пятерочки. Раньше бывали 89 рублей, по-моему. Вкусная. Вот эта премьера номер 15 понравилась. Так, взяли шоколадную вот такую сгущенку. Да, специально для тебя. Мягкий шоколад. Интересная. Держи. Так, здесь у нас что-то открытое. А конфетки я детям на улице брала. Бюджетно вышел. Целый пакет вот таких конфет супер. Они по типу Марса. Так. Пюрешки по 35 рублей. Фрута няня. Одну Крестюша с огромным, кстати, удовольствием скушала на улице. Первый раз вот такую. Кисель овсяный. Яблоко, манго, персик. По-моему, 36 рублей. По 36 рублей сейчас фруту няню я нигде не видела. Прикольно. Взяли 4 штучки, напробовали. Ей понравилось. Надо было больше брать. Так, и здесь что у нас еще? Так, а, взяла вот такие специи, девчонки. Я так люблю паприку везде добавлять. Смесь болгарских перцев. Ну, и болгарские перцы, смотрите, как здорово. Мне кажется, будет очень вкусненько. Прям вот обожаю. Ты уже сгущенку пробуешь? Сидишь там? А, вот такую еще колбасу взяли. Я такое не ем. Хотя, может быть, и вкусное. Это папина работу бутерброда берется. Так, и взяли впервые вот такой вот форм коту. Он огромный. Для взрослых кошек 1,9 килограмм говядин. Состав там более-менее. В принципе, как и везде. Говядин 4%. Не знаю. Вот сейчас будем пробовать как раз. Будет, есть, не будет. Где-то я видела состав. Такой состав. Сейчас мы посмотрим. Кто пробовал, я там свою пишу. Так, это тоже пустой пакет. Дальше самое интересное. Я нашла такие красивые тарелочки. Очень красивые. Мне так понравились они, девчонки. Вот такие вот красивые тарелочки. Они, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, ладно, в чеки так, в чеки посмотрите. Очень красивые. Прям вообще здоровские. Держим. Три штучки я таких взяла. Держи, котен. И здесь у нас набор контейнеров. Сейчас достану. Набор контейнеров и вот такой радиоприемник с будильником взяли. Он очень интересный. Сейчас будем пробовать. Не знаю, от чего он работает на самом деле. Так, сейчас достанем все. Может быть от зарядки на кухню, баба взяла. На кухню у нас часов нет. Еще радио выделить, то есть то, что получается радио для таких штук. Давно не помню. Вот он какой. Бабушки такие же. Не, не такие же бабушки. Такие большие электронные и без радио. А здесь радио. Сейчас изучим. Заряжается. Интересно, громкий будет, не громкий. Вот такой вот провод в наборе. Покажу вам тоже. Сейчас попробуем. Вот тут под флешку даже разъем. Прикольно. Это вообще как мини-колонка. Громкий, интересно будет. Здорово. Так, я рада покупке. А дальше вот такие вот контейнеры. Под игрушки, не под игрушки. На кухню куда-то. Мне понравились. Ромбики. Три корзинки в наборе. Корзиночки такие. Они здесь с ручками, с крышечкой. Очень красиво. Я люблю вот такой вот мятный цвет. Сейчас распакуем. Смотрим. Вот такой. Здесь эта штука еще была скреплена. Внутри получается чуть поменьше. Я думаю, прям разница большая будет. Нет. Они все три достаточно объемные. Слушайте, классно. Классно, здорово, замечательно. Вот этикеточка. Кому интересно. Здоровские плотные контейнеры. Очень красивые. Прям крышечка. Так, бабах. И достаточно объемные, вместительные. Все. Посмотрю, куда что их приспособить. Такие вещи в доме нужны. Может быть, даже ванну под что-то под косметику даже можно поставить. Все здорово. Мне понравились. Вот такие вот покупочки. Левчонки. Ну, вроде ест. Кушай, кушай. Не отвлекайся. Кушай. Максик. Испугался. Ешь, ешь. Ешь. Не бойся. Нет. Наверное, не будет. Ну, посмотрим сейчас. Ставили на зарядку. Заряжается. Тут проценты, наверное, будет показывать. Судя по всему. Возможности проверить корм вообще нет. Крестюшка не дает коту поесть. Сейчас уложим ее, посмотрим. Если не будет есть, использую на уличных кошек. Мы любим их подкармливать. Такой огромный пакет. Прям кошкам счастье привалит. Качек показываю. Вам нажмете тогда на паузу, если интересно. Посмотрите. Так. Корм 274 рубля. Огромный такой. Так. И так. Приемник самый дорогой, наверное. Но он классный. Средний вот сюда приспособил. Дорасставил все, что у меня есть. У меня тут один стоял. Теперь еще один. Ну, хотя бы половина машинки теперь свободна. Это чем пользуюсь постоянно. Поэтому оставила здесь. Ну, крема тоже. В общем, вот так. Один пригодился в ванну. Два Ксюши. Сюда она сложила карандаши, сюда сложила косметику. И под шторочки подходит. Красота. Вот, что карандаши хватило. Самые ходовые помады Фаберлик, о которых вы так часто спрашиваете. Сейчас буду оставлять сводчи. Потому что, девчонки, я артикулы не записываю. Вот прям недавно в комментариях девочка просто требовала артикул. Она считает, что когда я отвечаю на комментарии, у меня всегда эта помада в руках. Причем послала ее в Дзен. Посмотри пост. Там был пост на эту помаду недавно. И артикул написан. Не, а не охота. То есть, мне охоты, ей нет. Поэтому, девчонки, поехали. Давайте начнем с той, которая у меня без колпачка. И на губы мои во время съемки видео вы не ориентируйтесь. Потому что у меня татуаж. Во-первых. Во-вторых, у всех цветовая гамма, скажем так, пигментация губ абсолютно разная. Поэтому всегда ориентируйтесь на сводчи. Это кремовая помадка. Не помню, как называется. 403-83. Все эти помады в последнее время у меня на губах. И постоянно очень много вопросов. Поэтому решила вам посводчить сегодня. Она классная. Она нюдово смотрится на губках. Очень красиво. У нее розово-лиловый подтон. Так. Следующая. Мне кажется, вот эти помады уже вывели. А может, они есть где-то в распродаже. Это артикул 430-67. Это тоже такой, знаете, освежающий нюд. Розовенький. Она не ярко смотрится на губках. Тоже такая кремовая. Но вот это первая более кремовая. Я не помню, как она называется. Но она, кстати, у меня сейчас в жару не распекается. Все отлично. Так. Из этой же серии у нас с вами 430-94. Я люблю коралловый подтон. Вы знаете, нюдо. Не люблю холодный мертвецкий. Но и холодный мертвецкий здесь тоже будут. Кусочек отвалился. Ты точь цвет люблю. Вот этот цвет прям освежает. Здесь коралловый подтон. Она не бледнит. Не выбеливает. Классная. Дальше. Ага. Посмотрели артикул. 406-17. Вот это как раз немножко такая мертвецкая помадка. Смотрите. На разных губках она тоже будет смотреться по-разному. Что-то типа такой кофе с лиловым подтоном. То есть он не коричневый, он лиловый здесь подтон. Она тоже очень красивая. Очень красивая. Не скажу, что прям нют-нют. Но смотрится достойно. Так. Следующая помадка. 408-27. Классно. Вот здесь лиловый подтон. Кто любит, здесь лиловый. Лиловый прям. Я люблю, знаете, на что вот эта помада похожа. Мы с вами раньше очень-очень любили полуматовую губную помаду овацию. Лиловый твит, по-моему, назывался цвет. Сейчас его уже точно нет. Раньше мелькала в распродажах. И это вот очень похоже. То есть она вроде и кремовая, но в то же время у нее финиш более матовый такой. Классная помадка. Так. Дальше. Дальше давайте вот такую. 405-76. Партикулы ищите. Если кто-нибудь мне еще напишет, что назови помаду, которая у тебя на губах, я не буду прям отвечать на комментарии, девчонки. Вот это вот тоже персиковый подтон. Очень красивый. Освежающий. Может выбеливать. Но мне нравится эффект этот в этой помадке. Красивый. Не розовый, не коричневый. Такой вот именно персиковый. Так. Следующая помадка. 458. Здесь лиловый подтон. И она нюдовая. Она прям нют-нют. Тоже похож на полуматовую губную помаду овация. И здесь больше лиловый, да, чем нежели вот в этой помаде. О, этой помады. Здесь она, по-моему, матовая у нас. Вот это, если я не ошибаюсь, или полуматовая тоже. А прям лиловая-лиловая для тех, кто любит лиловые оттенки. Отличаются, да? Так. Что у нас с вами осталось? Вы посмотрели с вами? 454. Да, или нет, девчонки? Нет, не посмотрели. Я думала, что посмотрели. 454. Это такая прям... Она не вырви глаз. И она, с учетом своей яркости, тоже может... Фокус тоже может губы выбеливать. Хотя она такая яркая, да? Матовая или полуматовая тоже. Ложится не очень хорошо вот этот оттенок. На лето, прям вот на лето. Последняя осталась. 400... 900... Ой, 40... 995. Ой, вот это вот, вот это вот у меня заходит в последнее время. Потому что, знаете... Света, Света. Заходит она ей. Заходит и выходит. Это прям классический нюк, девчонки. Прям классический. Такой вот. И не коричневый, и не розовый, и не персиковый. А вот прям туда, куда надо. Камера вам очень хорошо сейчас передает. Поэтому можете на свотче ориентироваться смело. Выбирайте, какая вам нравится больше. И заказывайте, носите с удовольствием. Света, помаду сворочена. Ничего страшного. Вот еще раз вам показываю. Артикулы все назвала. Да? Вот такая красота. Мои любимые все тут оттеночки. Ну, коричневый, конечно, вот этот у меня не в ходу. А так прям супер-пупер. Ну, на этом влог буду заканчивать. Надеюсь, что на ваши вопросы по поводу помады я ответила. Всех люблю, целую, всем пока-пока.